это был тяжелый год это такая фраза для всех от себя добавлю мягко сказать тем не менее мы живы мы еще что-то делаем и у нас что-то получается и нас не так мало я знаю что дождь смотрят нормальные люди и мне это греет достижение своей считать не будут глупые занятия зато будет стих мы живы друг и это не отнять пусть в мире разыгралась непогода и совершенно не с чем поздравлять что остается разве с новым годом добрый день друзья вы посмотрели отрывок из проекта телеканала дождь признанного то ли нежелательным то ли иностранным агентом то ли тем и другим сразу в этом мини-фильме иностранные агенты поздравляют своих друзей с праздниками и имеется ввиду что эти поздравления это альтернатива новогоднего новогоднего обращения президента и каждый может выбрать себе того или иного поздравляющего вот посмотрел я на андрея вадимовича макаревича мне он не показался праздничным мне показался бодрым и возможно я ошибаюсь показался несколько растерян вот в чем дело я напомню ему одиннадцатого декабря прошлого года исполнил 70 я с ним беседовал в эфире на его 60 лет в тринадцатом году и последняя наша телевизионная встреча была в девятнадцатом году это было 50 лет машине времени юбилей самая известная отечественная команда и оба раза он акцентировал внимание слушателей зрителей на том что он не любит юбилей но тем не менее мне кажется что вот последний его юбилей в декабре который встретил в компании других иностранных агентов я оставлял здесь фрагмент поздравления максима галкина иностранного агента ну там они выпивали и веселились но все равно возможно я ошибаюсь наверняка найдутся люди оппоненты которые скажут что я выдумываю и вижу то чего не было но мне кажется что они начинают понимать в чем они ошиблись в том что они не есть россия напомню что андрей вадимович макаревич сказал что вот чулпан не веду чулпан хаматову алла борисовна пугачёва и прочие вот которые уехали он сказал что это и есть россия мудачу в наш адрес адрес тех кто остался что вот россия уехала вот мне кажется что кто начинает понимать что россия это не полная да которая уехала и там речь не про путина и не про тех кто сражается на так называемые линии с прокисновением нет речь про тех людей которые не ставят знак равенства между россией и вообще какой нибудь стратой какой нибудь группы или каким нибудь персонажем которые понимают что в россии это несколько другое а вот еще один иностранный агент известный нам как лёва бидва говорил о том что россия будет выплачивать репарации будет будет как пустой бассейн с облупленными стенками что то там вот я к чему это я считаю что неправильно говорить что дорога закрыта всем иностранным агентам и они не должны и не имеют права вернуться они граждане россии тот же андрей иностранный агент я всегда повторяю напоминаю народный артист россии это звание никто не отбирал и не надо отбирать но если они захотят вернуться то я понимаю что термин репарации к частным лицам отношение частных лиц не употребляется но я считаю что они должны выплачивать репарации потому что они речь о тех кто спонсировал ВСУ о тех кто отправлял деньги захистникам так называем тем кто фактически финансировал убийство наше вот они должны вернуться через вот этот вот инструмент репарации и могут вернуться только поэтому нет никакого конечно механизма прописанного закона но мне кажется нашим либеральным властям надо бы подумать об этом и я против того чтобы запрещать торговлю книгами иностранных агентов вот как вот эта история недавно с Акуниным была чтобы вырезать кого-то из телепередач перемонтировать уже снятые фильмы нет пусть все остается пусть запреты это тупо очень советская власть подорвалась именно на запрет не на дефиците хотя это тоже было унизительно и досадно но именно на запрет абсолютно зачастую бессмысленных и не мотивированных поэтому я бы запрещать не стал бы ничего просто им не надо выплачивать гонорары они не должны получать деньги отсюда из России от наших читателей слушателей зрителей все эти деньги должны идти в бюджет я не говорю что обязательно на СО на больницы на школы на те же самые может быть и какие-то культурные инициативы но они не должны поступать иностранным агентом деньги отсюда наши деньги а запрещать я не стал бы ничего а Андрея Вадимовича предвижу что это вызовет его раздражение и неприязнь но я тем не менее скажу что мне жалко мне жалко потому что в 70 лет открыть для себя то что как мне представляется открыл но это не повод для праздника насти восприятия каждого человека вот у тебя есть товарищ а ты с ним совпадаешь во многом да вот например ты с ним любишь пиво и ты с ним любишь колбасу тогда ты почему-то уверен что он должен вместе с тобой любить и груши это жестокое заблуждение а грушу он ненавидит поэтому ты будешь есть грушу а он будет есть колбасу и это называется толерантность понимаешь но тебе же очень хочется чтобы он с тобой ел грушу ты знаешь какая она вкусная а он дурак не понимает вот тут возникает сожаление ну это субъективные вещи но мы же люди и пробовал на прочность этот мир каждый миг мир оказался прочнее ну что ж спокойно позабытый кумир ты брал свои вершины не раз не стоит прогибаться под изменчивый мир пусть лучше он прогнется под нас скажи а что тебе надо и тебе что надо а ты извинилась извинись скажи не буду ничего извинять не буду почему потому что вы тебя задавали пацаны не извиняются как вы что вы вы Продолжение следует...